Хай-хоу, ребятки! Всем привет! С вами Борода, это Игорюшка под названием Age of Magic, и сегодня мы пройдём первую главу светлой кампании. Ну что ж, акт первый. Пришло время сказать тебе о реведерче. Давайте посмотрим, сможем ли мы это сделать. Ну, ладно, чего я там уж лукавлю. Конечно, мы сможем это сделать. Ребят, я прокачал своих героев, прокачал довольно неплохо. Мне удалось поднять боевой уровень трёх из четырёх основных героев до пятнадцатого, и это означает, что у меня реально есть все шансы. Итак, три раунда, и за эти три раунда мы должны реально показать, на что мы способны. Почти убиваю с первого удара, сразу же парализую и делаю так, чтобы толстяк пропускал свой первый ход, не надо ему ходить. Почти убиваем с одного удара, массовку кидаю, чтобы слить и немного задамажить остальных. Хорошо, дальше время толстяка, потому что наш ящер, к сожалению, недоступен для атаки. Дебафаю толстячка, он уже вот-вот будет ходить. Наношу довольно солидный урон, слушайте, мы почти его слили, мы убиваем. Толстяка не дав ему походить ни одного раза. Легкий раунд, мы проходим его. Я не знаю, что-то у нашего торнео довольно мало ХП, и меня это пугает. Я вот сейчас, если честно, наверное, сделаю так, чтобы весь дамаг уходил на нашего защитника, на нашего танка. Потому что мне как бы не хочется терять сейчас никого, я хочу пройти все на 3 звезды. Я думаю, я не зря все это дело прокачивал, потому что я потратил много сил и времени на то, чтобы хоть как-то прокачать себя. Я поднял всех до 15-го, и тем не менее, мне это не особо сильно сейчас помогает, к сожалению. Хорошо, делаем защиту. Все силы пускаем, отлично. Так, Толстяка парализуем, ему не надо ходить. Так, пока что он, интересно, ну почти, почти убил, если честно. Вот сейчас я тупанул, надо было все-таки дамажить его и добивать. Я могу просто вот с легкостью потерять сейчас Торнео и Тонеда, прошу прощения. Могу с легкостью потерять Тонеда и лишиться 3 звезд. Ну, в принципе, я думаю, я его уже потерял, потому что сейчас третий раунд, и это все-таки означает, что я получу 2 звезды. 2 Толстяка, здесь будет крайне сложно удержать жизнь Тонеда. И на 3 звезды я могу не рассчитывать, но тем не менее, 2 звезды и прохождение этапа мне обеспечено. Теряю Тонеда, но это читалось уже на самом-то деле, то есть здесь даже возмущаться было бы глупо, понимаете. Осталось 2 Толстяка, поехали. Никаких обилок у меня нету, к сожалению, мне нечем ультить. Все висит, к сожалению, в таймингах. Так, вот, отлично. Нужно добить. Вот сейчас бы он был уже мертвым, если бы я не сделал ошибку и не ударил Толстяка, который был парализован, понимаете. Выносим, все. Наконец-то мы прошли. Да, к сожалению, не 3 звезды, как мне хотелось бы, но имеем то, что имеем, друзья. Как говорится, выше головы не прыгнешь, нужно постепенно прокачиваться. Да, мне не хватит, я не соберу 45 звезд с первого раза, мне придется перепроходить, и это плохо. Но ничего с этим не поделаешь. Давайте посмотрим, вроде как я могу прокачать своих героев, это хорошо. Так, ну, я думаю, надо сделать упор сейчас на Тонеда, потому что все-таки его выносят почему-то первым. Давай немного его прокачаем до 18 уровня. Мне кажется, это неплохо, слушайте. 18 уровень, это весьма неплохо. Так, что у нас еще есть? По героям, ну, я не знаю, Рогара, имеет ли смысл качать Рогара, я не знаю. Вот Роланда, нет, Роланда я не смогу прокачать. Так, что у нас здесь? Я могу улучшить свой удар, не знаю, имеет ли смысл. Роза Кроби мне нравится, довольно сильная обилка, не зря же мы его вывели в топ. Сейчас он у нас на 18 уровне. Так, больше я ничего здесь улучшить никому не могу. Поднять уровень тоже не могу. Сюда могу закинуть артефакт, давайте так и сделаем. Хорошо. С этим вроде как разобрались, продолжаем проходить. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. На 12 главе мы не были еще ни разу. То есть, если 11 главу мы в прошлый раз пытались пройти, но нам не удалось, потому что эти два толстяка в конце просто сбивают нас с ног и не дают ни малейшего шанса. Хорошо, выносим для начала парня с зельями. Уж больно сильно он бьет. Наверное, я добью. Пока парализовать не буду. Сделаем упор не на защиту, а на атаку, так сказать. Тоже, думаю, добьем. Да ладно, какое уклонение? Вообще не... О, вот, понимаешь, он на уклонении сидел, а я пытаюсь его дамажить. Ну вот это было очень глупо. Не знаю. Я бы мог бы этого спокойно добить и не получать никаких дамагов. Да ладно, Тонеда начинает уклоняться, ребятки. Неужели это случилось? Ассасин начинает уклоняться. Свершилось. Хорошо. Так. С шаманки начать, что ли? Даже не знаю. Давай массовку пустим. Блин, не зря же ульта ультой называется, да? Хорошо. Пускай она у нас поспит пока что. Мы займемся вот этим парнем, который постоянно... Ну вот, все. Его смысла дамажить нету. Поехали. Убьем тогда его. Сейчас он... Ульта восстановится. Может... Ни хрена себе он критует. Ну, это нормально. Ну вот как? Понять, кто опасен. Ну нельзя, блин, нормально, адекватно оценить силы врага. Потому что на ровном месте берет и ультует. И причем ультует настолько больно, что у тебя не остается никаких шансов. Черт возьми. Смотри, он еще и рикошетит в Тонедо. Вот же ж пес. Умирай. Так, третий раунд. Смогу ли я выстоять третий раунд, не потеряв ни одного? Так, у нас тут енотик. Неужели это новый герой, который у меня появится? Ребят, давайте посмотрим. Смогу ли я сделать так, что у меня появится новый герой? Ход пропущен! Да ладно! У меня все пропускают ход. Почему? Это было очень жирно. Но, кстати, ушел он красиво. Мне очень сильно понравилось, как он ушел. Так, вот за уход респект реально. Так, парализуем. Хорошо, Тонедо пока что не трогают. Дамажу воина. Так. Так, защиту кидаю на Тонедо тоже. Сейчас основная задача это сделать так, чтобы Тонедо все-таки оставили в покое и не убили. Хорошо, минус один герой. И добиваем последнего. Это три звезды, друзья! Отлично! Рок. Так, хорошо, у нас в команде новый герой. Да? Я ведь верно размышляю. У меня должен в команде сейчас появиться новый герой, которого зовут Рок. Или нет? Эй, стоп. Нет? Мне не дают нового героя. Почему? Черт возьми! Я рассчитывал сейчас на то, что у меня появится новый герой. Эх. Ну, мы можем повысить характеристики. Причем повышаем довольно неплохо. Уровень снаряжения Белары переходит на второй. Отлично! Вот это мне нравится. Вот это то, что нам надо. Хорошо. Плюс я еще могу снаряжение сразу закинуть. Смотрите, больше половины... Ну, точнее, не больше половины, а ровно половину я повышаю. Так, к сожалению, Рогеру теперь мне нечего закинуть. Боевой уровень у меня тоже нечем повышать. Так, здесь я могу ему немного поднять, конечно. Повысить его уровень снаряжения. Но этот герой мне в принципе не нравится, если честно. Поэтому не знаю. Зачем я это делаю? Трачу просто так вот деньги, которых, кстати, и так нет. У меня всего 4 тысячи серебра осталось. Черт возьми, куда эти все деньги уходят? Я просто не успеваю за ними следить. Вроде бы вот тут было все окей. А сейчас заходишь, смотришь и нету ничего. Все, ты банкрот просто. Так, здесь нас ждут черные пустоши, глава 13. Ну что ж, давайте разбираться, давайте посмотрим. Фух. У меня Рогер сейчас очень сильно отстает по уровню. У него только 10 уровень. Он тащит нас на низ и... Ну, блин, ну, ребят, я не могу. Я не могу не похвалить эту картинку. Насколько же здесь шикарно смотрится графа. Я просто не могу. Я в восторге. Вот серьезно. Мне очень сильно нравится графика, которую здесь предоставляется. Это просто великолепно. Так, убиваем для начала демона. С одного удара! Да ладно! Воу! А вот это я только что не ожидал увидеть. Ребят, да что это такое? Чего мы их так легко разносим? Ну, посмотри, что творим. Я, может быть, что-то не понимаю. Но как мы только что умудрились вынести целый раунд, не получив ни в одного удара. Обалдеть. Так, тут против нас целых 4 бойца. И это уже сложнее, мне кажется. Одного из бойцов мы выносим. Мы пропускаем ход. Так, это было, кстати, больно получить. Не знаю, минус 2. Так, у меня один пропускает опять ход. Мне не нравится то, что они делают так, что мы пропускаем ходы. Почему? Это довольно неприятная обилочка. Мне нравится, когда такая обилка только у моего героя, на самом деле. Второй раунд, на удивление, проходит тоже очень легко. Вот если брать в сравнении главу 11, которую мы проходили перед этим, она была в разы сложнее, чем вся 13 глава. Ну вот, заметьте, мы проходим ее прям налегке. Вот легче просто... Не знаю, вот там первые главы, они были реально легче, да. Но вот, за все остальные главы, это самая легкая глава, которая нам встречалась. Я в восторге, мне это нравится. То ли мои герои стали круче, то ли просто реально, знаешь, затишье перед бурей. И следующей главой будет что-то просто невероятно сложное и хардкорное. И следующую главу мы будем проходить полгода. Сейчас будем смотреть. Блин, вот эта демонесска, которая только что была на заставке, мне очень сильно нравится. Так, что тут? По героям я ничего, к сожалению, не могу улучшить. Поэтому переходим. Ребят, 14 глава, мы уже просто в шаге от финала, понимаете? Ну вот буквально еще шаг, 15 глава, и это финальная глава, где мы встретим босса. Я даже не знаю, что за босс будет, я в предвкушении. Просто в предвкушении. Так, Тонеда говорит, что демон, что обманом забрал душу Даймы и оставил мой клан на растерзание врагам в этой цитадели. Я отрекся от своего прошлого и живу только ради мести. Так, хорошо. Ну что ж, давай посмотрим, на что способна месть Тонеда и что он готов сделать ради того, чтобы отомстить. Мой герой парализован, но тем не менее мы умудряемся убить вражеского юнита и продолжаем атаковать. Убьем? Ну почти. Я думал, сейчас ультану и прям с одного удара снесу, но, к сожалению, не все так просто в этой жизни. Тонеда уклоняется, что меня, конечно же, безумно сильно радует. И остается только толстяк 8 уровня. Который все-таки наносит мне неприятный удар. Не смертельный, не сокрушительный, но... Учитывая всю ситуацию и то, что это первый раунд, это было довольно неприятно. Так, а вот здесь уже более напряжная ситуация. Два демона, которые бьют очень больно. Которых я не смогу вынести за ход. Что-то я рассчитывал, что я двоих сейчас снесу за один ход. И что-то пошло явно не так. Так, на мне висит плюс дизмораль, а я не особо сильно сейчас дамажу. Мой дамаг полностью режется. Я не кинул паралич почему-то на толстяка, что ли. Смотри, не вижу знак паралича на толстяке. Меня это пугает. Не знаю, на нем должна быть какая-то паралич сейчас. Но на нее нету, но вроде как он пропускает ход. И мы, в принципе, не даем ни разу ему походить. Воу! Да ладно, это что такое? Охренеть, Абадон! Роланд, Роланд, ты так долго прятался от меня. Но стоило украсть пару дорогих тебе людей, жуки ты сам прибежал. Охренеть! Боже, мне дадут его? Он очень круто выглядит. Я не знаю, дадут ли мне его, но я в восторге от этого Абадона. Я, конечно же, первоначально попытаюсь вынести именно его. И что-то мне подсказывает, что у меня это не получится. Очень больно. Твою мать! Твою мать! Все, я потерял Роланда и Тонеда одновременно. Это жесть. Конечно, да. Это нереально больно. Но я не знаю. Я не успею Тонедам даже ульту кинуть. Я просто в жопу... Да я и Роландом не успею ульту кинуть. Наверное. Не знаю, если я ничего с ним не сделаю, то все. Это просто же... Блядь, там ульта была! Боже мой! Если бы я сейчас не убил Тонедом Абадона, я мог убить его ультой. О, черт возьми. Мне сейчас просто необходимо походить Тонедом и ультануть. Пожалуйста, убей его. Отлично. Если я сейчас одного героя еще потеряю, я не получу две звезды. Давай. Да! Это две звезды, отлично! Это было очень хардкорно, я говорил, да? Абадон, истинный маг. Сколько я вас уничтожил? Ты никогда не войдешь в темную башню. Беги и прячься. Я боялась, где она достигнет тебя. Победа! Две звезды, но это было... Это было сложно. Вот то, о чем я вам говорил. Затишье перед бурей. Глава 13 была easy просто, глава 14 была просто hard. И сейчас меня ждет падший лорд. Он один. Восьмого уровня, второго ранга. Ребят, один. Все. Походу, больше нету никого. Три звезды у него. Три. У моих по одной звезде, понимаете, да? Вот что мне стоит ожидать? Это просто жесть. Я что-то выбил. Что я выбил? Для этого снаряжения. Так, я могу поднять уровень. Немного. А я не знаю. И кому мне поднимать уровень? Возможно, я смогу... Рогера немного повысить. Куда я ушел? Я не знаю, насколько будет эффектно повышать именно Рогера сейчас. Ну, он тоже только на один уровень. Нет, на два даже. На три даже смогу. Ну, не знаю. Наверное, давайте Рогера поднимем на три уровня. Мне кажется, это должно мне все-таки помочь. Потому что он очень сильно отстает от всех. Я надеюсь, я сделал это не зря. Ну что, ребят. Финальная битва первого акта. Пожелайте мне удачи. Падший лорд ждет меня. Посмотрим, сможем ли мы его убить. И насколько это будет хардкорно. Поехали. Гном, кстати, крутой тоже на заставке. Охренеть. Боже, какой он большой. А как его убивать? Можно вопрос, пожалуйста. Легат пал? Да, я чувствую. Так, кто ты? Где пленники? Я последний хранитель этого осколка. Да он же просто нереально гигантский. Вы посмотрите, сколько у него хп. Ну смотри, я ультую. Боже, эта ульта даже... Она даже его не щипает, ребят. Ну камон. Это все. Хотя... Он даже ход не пропустил. Чтоб вы понимали. Он даже не пропустил ход. Не, ну в принципе, если он... А, все, понятно. Вопросов больше нет. У меня минус герой. Не, просто думал, он так и будет легенько бить. Но теперь это многое объяснило. Ну, пожалуйста. Минус Роланд. Ну вот сейчас, если он пропустит... А, он блокировал, да, что ли? Я не понял. Ну, в принципе, должен тащить. Не знаю. В принципе, пока вроде как тащибельно. Сейчас еще будет, скорее всего, минус герой. Да, не, я я сделал его. Хорошо. Если он... Да ты смотри, он прям циклоп. У него куча козырей в рукаве. Ну все, давай, до свидания. Я думал, ты будешь по-хардкорне. Не, это нормально. Это мы взяли. Если он сейчас не ультанет, чтобы всех сарас убить, то все нормально. Да, даже Тонеда уклонился от него. Иди нахер. Все, он падает. Разрушается очень эпично. Что я получаю? Давайте понаблюдаем. Мне интересно. Так, разрушили мы. И что дальше? Мы как бы закончили первый акт. Мои люди освобождены. И пока отправляются в твердый ню лорда. Там безопасно. Я хочу поблагодарить вас, друзья. Вы всегда будете гостями в моем доме. Хорошо. Ну, конечно, две звезды. Не три. Но уже неплохо. В принципе, я скажу, что я, наверное, доволен. Не знаю, как вы. Так. Но я доволен. Так, поздравляю, вершитель. Все битвы акта пройдены. Тебе открыт героический режим. Так, а вот это интересно. Так, героический. Давай. Так. В героическом режиме тебя ждут сильные враги и щедрые награды. А еще осколки для открытия героев и повышения их звездности. Вот. Это хорошо, кстати говоря. Смотри. Прикольно выглядит. Я так понимаю, здесь получу осколок пепела чага. Так. Вот этого чувака убиваем, получаем. Ну, в принципе, слушай. Ну, конечно, энергия. Да, икс-два. Пять раз могу проходить, получается, да? Акт-1 кампании пройден. Дальше тебя ждет акт-2. Так. Ну, и здесь, конечно же, все как обычно. У нас тут тоже, я так предполагаю, 15 миссий. Финальный босс. Все как полагается. Актов впереди еще очень много. Некоторые из них даже еще закрыты в разработке, я так предполагаю. Так. Ты собрал достречный осколок, чтобы повысить звезды себя двое своих героев. Сделай это. Хорошо, давай. Ну, боже, сколько всего у нас тут происходит, вы только посмотрите. Хорошо. 15 осколков Роланда. Давайте повысим его звезды. Это первый мой герой, который получает две звезды. Ну, что ж. Неплохо. Поднялся, борода. Поднялся. Красавчик. Молодец. И что я вам хочу в заключение сказать, ребятки? Наконец-то мы это сделали. Наконец-то мы завершили акт-1. Да, сейчас у меня стоит крайне сложная задача перепройти миссии там, где звезды. Две звезды мы проходим на три звезды. И я стою вообще счастливым, довольным. Все как полагается. Но это сделаю, конечно же, уже без вас. Зачем вам пересматривать то, что мы уже проходили. Дальше вас ждут акт-2, героический акт-1 и куча других плюшечек. Кстати, ребят, совсем скоро у меня на канале будет розыгрыш по Age of Magic. Обязательно подписывайся на канал, на группу ВКонтакте, чтобы это все дело не пропустить. Все подробности будут в следующем выпуске. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока-пока.